подешевле хотите да кто больше даст кому отдаю все расходим сегодня в ролике я стану барыгой с авито попытаюсь продать сломанный iphone да еще и выдать его за модель подороже что у нас из этого получится смотри прямо сейчас видосе с вами его г и это значит сейчас будет интересно я здесь нахожусь на площадке в самом центре шорта коричневых фиолетовый отлоскоп сейчас должен будет прийти покупатель вот этого вот айфона симпатичный еще в хорошем состоянии iphone 6s плюс 16 гигабайт отдаю за 10 990 коробку выкинул при переезде ходил сам с ним год носил в чехле состояние отличное все работает коцки на углах нормально так наврал да просто убедительно вообще откуда у меня этот айфон помните ролик где нам алкаш миша рванина продал айфон за 2000 рублей так вот это он мы еще тогда нашли прошлого хозяина телефона а сам айфон так вонял что даже кот его чурался ролик посмотри вот здесь вот и знаете по факту это не 6s плюс а просто айфон 6 плюс кто не шарит я вам сейчас расскажу все отличия версия 6 вышла в 2014 а 6s 2015 году и внешне они вообще никак не отличимы кроме того что 6s сзади прям вот так и написано название модели и еще существует цвет розовое золото а технически у них разные процессоры с разной частотой видео процессор тоже на поколение выше больше оперативной памяти выше результаты в тестах соответственно камеры намного лучше блин это серьезно отличающиеся модели хотя у apple когда вообще модели серьезно друг от друга отличались но тем не менее полностью оригинальный не восстановленный ты уже нигде не найдешь как бы шесть лет уже прошло старая техника но цены как вы знаете за один и тот же товар наверное всегда будут отличаться в разных магазинах жадность человеческая нас будет существовать вообще всегда даже apple походу в 2015 году решили сэкономить на новом дизайне от этого и получился сейчас наш видос подешевле хотите дать за я заметил что коцаки сейчас на 2000 поэтому дешевле даже на 3 iphone 7 я думаю стоит в районе 20 на рынке а это 11 6 6s плюс не просто 6s а с плюс он классно все равно ниже чем семерка ну да ну я понимаю да но средний то все равно как бы там и по 18 есть и по 16 по 15 можно найти тут за 11 отдают ну по 16 отдают на 64 гигабайта у вас всего 16 за 9 тысяч с чехольчиком ну да чехольчик я заметил что хороший но у вас поюзанный да да сильно поюзанный ну ладно чё на самом деле выбирать подходящего покупателя было очень непросто я мониторил их профиль смотрел кто что продает созванивался и знаете так невзначай узнавал насколько хорошо они разбираются в айфонах ведь мне надо было найти не шарящего в этой теме человека степень незнакомости с apple этого парня вы оцените сами и как вы поняли он собирался купить айфон подешевле чем я его продавал за 9 тысяч а я цену выставил за 11 практически все кто писал они все хотели урвать подешевле писали о торге это кстати хороший повод к созвонам просто еще человек должен подойти за 9 хотите он за 10 хочет взять если подойдет то подойдет если нет то как бы ну ваше дело а вот тут мы решили провернуть одну шулерскую схему якобы есть еще один покупатель который вот-вот придет он хочет купить этот телефон не намного так дороже и я как продавец просто отдам смартфон тому кто больше денег даст интересно сможем ли мы таким образом убедить парня поднять цену чтобы он денег нам дал больше в роли пацанова покупателя будет еврей подойдет а подойдет вот моя красная цена то 9 но смотри зарядки и коробки нету ну вот поэтому вот еще как минимум причина почему за 9 но так и за пятерку да отдать алё вы звонили я здесь на этой детской площадке на белом камне сейчас просто человек посмотрит если чё если да да нет нет вы возьмешь не возьмешь телефончик как бы вообще нормальный мне у них камера еще нравится правда на более этих новых там x11 там вообще камера классная поэтому уже 11 взял парень по сути готов был уже взять но тут я начал его забалтывать он забеспокоился понял то что сейчас подойдет человек и сделка походу обломается по 40 тысяч грязь телефончик я пожалуйста если что молодой человек тоже покупает просто пацаны вот я продаю кто даст больше цену тот забирает тут мы с евреем которые в роли второго покупателя начинаем смотреть и обсуждать телефончик он же якобы пришел его брать за 10000 парень сидит и понимает что сейчас вот вот уже телефон сорвется а он уже настроился на покупку ну смотрите смотрите если сейчас готовы брать то пожалуйста я все-таки можно посмотрю сначала телефон таком 10 500 за него почему ну потому что мне он понравился коробки жене ну ладно здесь 500 здесь по поводу это телефона я вообще пацаны я его выставил все за 11 за 11 ты просто попросил скидочку ты попросил скидочку кто больше даст тому отдаю все расходим 3 моя цена десятка это потому вообще телефон хороший учитывая память учитывая его состояние внешние и внутренние это очень даже хорошо он гораздо лучше пикет цене я готовлю сейчас у него я прямо сейчас здесь пицца да дальше он все окей тогда по рукам что вы ему продаете да ну можете за 11 я выставил за 1 соберите за 1 1 1 сейчас я увидел его за 15 этот раз поэтому я долго искал в такую вот ходящихся вы можете мне уступить сарянки зажила желаю вам удачи деньги пожалуйста с чехлом в подарок то есть погоди точно точно берешь да все уверен уверен за кровью чехлом ты даже толком же не посмотрел его посмотрел в этом устройстве так ну 16 гигов до так версия но смотри а я говорю то что это 6s плюс а чем отличается от обычного 6 тем что у него дисплея же более новый и тем что 6s плюс у него мощность процессора потому что может я тебя обманываю слышать как ты это проверишь 6s плюс снимает еще в 4k видео ты бы зашелся с камеру посмотри он не снимает в 4k фронталочку там включи загружать загружается камера это как ты так вообще странно телефончики проверяешь не простудка не брать но сотри фронталка уже не работает тача иди ты даже не проверил проверь тача иди ты как ты так берешь телефон из рук почему ты его взять решил потому что чувак он тот подошел подороже решил взять поэтому на деньги свои у него тача иди не работает экран замененный по фронталка не работает соответственно по что экран менялся ему красная цена тысяч четыре метра спасибо ты внимательнее быть следующий раз хорошо давай счастливо не попадайся там а чё он уже пообщался все объяснили что объяснили что ты понял то что он он был подставной что я был подставным человеком покупашкой так что тебя пытались обмануть чтобы ты был более но дальше мы просто постояли пообщались парнем он конечно в шоке походу но отнесся к этому вполне нормально и даже с позитивом а ведь если бы он наткнулся на реальных барыг то ушел бы со сломанным телефоном и без денег это еще только в лучшем случае еще вы со сломанным носом мог уйти до 12 выйдет пусты реально кого-то лох еще гонишь это обзываешь то просто как-то был послушал делись бы по оскорблять по моему вот эта вся схема не совсем сработала парень мог соскочить еще в самом начале когда я сказал что второй покупатель будет но он повелся отдал больше чем планировал но ребята я вам не советую также делать ведь вообще целью ролика показать что в жизни существует еще чертова куча всевозможных способов обмана как в интернете так и в жизни и перед покупкой какой-либо электроники да и вообще перед покупкой чего-либо надо максимально много узнать о этой вещи там за сходить в магазин подержать в руках если это возможно все вообще узнать если ты об этом не позаботишься то за тебя эти вообще никто не сделает ведь покупать вот так вот практически вслепую разведут как нефиг делать уж я это вам говорю так что будьте пожалуйста осторожны поделитесь роликом с друзьями и не попадаетесь на уловки мошенников чтобы мне опять не пришлось краснеть за них господи увидимся в интернете а